3 и 6. Радио новостей. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. 19.03. Новости в классике в эфире Коммерсант ФМ. Дмитрий Быков, Андрей Норкин в студии. Всем добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Успел включить микрофон. Приветствую вас не просто голосом, но еще и внешним. Обликом, я бы сказал. Обликом теперь можно. Как всегда, Twitter, хэштег новости в классике. Страничка Коммерсант ФМ 936 в Фейсбуке. Там же можно смотреть нашу программу в онлайне и на канале в YouTube. Но начнем мы сейчас с прямого включения. Никита Баталов, корреспондент Коммерсант ФМ на Пушкинской находится. Там сейчас начинается митинг в поддержку, в защиту задержанных по делу о беспорядках на Болотной. Никита. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Дмитрий. Ну, началось там уже что-нибудь или нет? Пока митинг не начался. Сейчас заполняются новопушники скверы. И в общей сложности, наверное, полторы, может быть, ближе к двум тысячам человек уже здесь находятся. И плотная толпа людей сейчас идет. Но тут вход не со стороны метро, потому что стоят железные заграждения со стороны переулков. И вот плотная толпа людей сейчас тянется к медовоискателям. Ну, то есть количество людей увеличивается. И, ну, так уже довольно плотно, если представляете, новопушники скверы со всех сторон закрыт железные заграждения. Это тот, который на стороне Макдональдса, да? Да, так точно. А сейчас здесь уже, ну, так места довольно мало остается свободного. Скажу, что колоссальное усиление меры безопасности. Очень много полиции. И, опять же, все перекрыто. Все тотально контролируется. Вот где заходят журналисты, где заходят участники митинга. Тщательно проверяются у нас пресс-карты. И, ну, по сравнению, например, с митингами КПРФ, на которых мы тоже периодически по работе бываем, там, ну, может быть, несколько сотрудников полиции находятся, и все. Здесь, конечно, не так. Здесь, действительно, все очень сильно храняется. В ближайшее время должен начаться этот митинг, пока вот как-то тестируют аппаратуру. И пообщался я уже с организаторами. Они говорят, что крайне важно его провести, чтобы власти понимали, что это небезразличная судьба задержанных. И что, в частности, вот этот митинг как-то может повлиять на их судьбу. Андрей. Спасибо, Никита. Будем ждать тогда новостей. Ты что-то хотел сказать по поводу митинга сегодня? Я хотел только сказать, что хотя мы вот и в эфире, в общем, и здесь как бы несем трудную службу вдали от Новопушкинского сквера, но духовно и душевно, и только что не телесно мы, разумеется, с вами, и те, кто хочет, еще имеют время, я думаю, стремительно подъехать туда. О духовности. Как хорошо, что ты заговорил. Да, слава богу. Ты вспомнил это слово. Так что же? Да не я вспомнил это слово. У нас сегодня будет множество картинок, конечно, для тех, кто нас смотрит в Ютьюбе. Потому что у нас тема РПЦ сегодня первая в нашем голосовании. Ну, начнем мы, естественно, с сегодняшнего инцидента в аэропорту Борисполь. Вот, видите, вот так вот это все выглядело. Вот патриарх Кирилл, видишь, Дмитрий Львович? Да, вижу, конечно. Вот он косится на активистку движения ФМН. ФМН или ФМН? Я так не могу понять. ФМН, ФМН. ФМН, да. У которой «Килл Кирилл» написано на спине. Вот. И все это происходило вот под следующий звуковой ряд. Ну, ее, естественно, повязали. Кстати говоря, в то же самое время, это было в Борисполе, а вот у Софии Киевской проходила вот такая акция. Видишь, это тоже эти ФМН. С крестом прикрывающим. С крестом на кресте. Вот. В общем, в Фейсбуке огромное количество нам сегодня комментариев. И, в общем, смысл такой. Интересно, посадят их там на несколько лет вот за это или нет? Да нет, там... Сравнивать с Россией как-то. Нет, там их, конечно, не посадят. Я думаю, что там они в полной безопасности. Тем более, что группа ФМН, в отличие от Пусси Райт, она уже очень давно известна подобными акциями. Всегда очень рискованная. Почему-то на Украине традиционно к этому относятся легче. Обнаженную женскую грудь не считают непристойно. Ну, потому что, может быть, вот они это и делают. Пусси Райт ничего не показали. Если бы они показали, то... Да, может быть, да. Не-не-не-не-не-не. Может быть, просто вообще говоря, даже при всех прочих равных, при всех особенностях президента Януковича, все-таки нынешняя Украина далеко еще не утратила той степени свободы, которую, ну, если бы не свободы, отвязанности, хаоса, назовите это как хотите, но свободы, безусловно, которую мы помним по прежним временам. И я просто... Ну, естественно, здесь вспоминается масса всяческого рода литературных текстов и, прежде всего, конечно, многочисленное описание беснования у Мережковского. То, что там происходит, это, безусловно, беснование. Да, разумеется, я не одобряю формы, в которой происходит это. Но хочу напомнить, господа, ведь происходит это только потому, что молчит или стыдливо отводит глаза так называемая творческая интеллигенция. И именно поэтому радикальные акционисты беснуются, выходят вот с такими надписями, которые у меня нет духу процитировать, изображают там крест, кричат, что не попадя, кричат изыди, что, по-моему, совершенно неправильно, да? Потому что у меня есть все равно глубокое убеждение, что нецивилизованные формы протеста приходят туда, где нет нормальных и цивилизованных, где подписывается мало писем, где ведущие деятели культуры не высказываются вслух об этом безобразии. Ну, приходится группе фемен заменять собой, простите, заполнять этот вопрос. Ну, это вот все на Украине, а дело в том, что все это происходит, я думаю, что мы просто перетечем плавно в следующую десятку, потому что надо об этом поговорить. Вы, конечно, ничего не увидите здесь, но просто представление получите. Вот видите, желтенькие прямоугольнички, это большой самый, это московская патриархия, те, которые поменьше, это епархии. А серые – это различные бизнесы, коммерческие предприятия, которые этим епархиям принадлежат. Да, это замечательная схема. Да, журнал РБК провел расследование, и, в общем, выяснилось, ну, я вот, например, назову, что фонд православного телевидения 25% ООО «БМВ Русланд», это торговля автомобилями, но, правда, в 2010 году было ликвидировано, сейчас по-другому оно называется. Ну, вот в интересах, что еще, смотрите, финансовая деятельность, финансовая деятельность, выращивание зерновых, разведение крупного рогатого скота, производство керамики, обработка камня, разборка, снос зданий, закусочные, Новосибирский Свято-Макаревский Православный Богословский Институт, компания вкусного питания «Подорожник» ему, например, принадлежит, ну и так далее, и так далее. В общем, это у нас, вот я как сегодня сказал, уже первая тема в голосовании в нашем. Это что за история такая? Это опять про Иисуса и торговцев в храме? Да нет, на самом деле это давно известная вещь. Я просто хочу, уж раз мы говорим действительно о классике, я просто хочу напомнить, как в классике заканчивались всегда любые попытки церкви заняться коммерцией. Все мы помним одного попа, который решил немножечко прикопить, приобрести свечной заводик, для этой цели походится за стульями, кончил он безумием, да, склоняя птиц к покаянию на одинокой скале. Ну, не монтируется святость с деньгами, ничего из этого хорошего не получается. Любой поп, занявшийся коммерцией, кончает либо безумием, либо грехопадением полным. И отец Фёдор здесь должен послужить со своим свечным заводиком. Кстати, свечной заводик и называется эта схема? Да, называется свечной заводик и прочие богатства. Да, совершенно верно, свечной заводик должен послужить мрачным предостережением. Люди, которые своё церковное служение сочетают со служением мамонии, мы знаем, что нельзя служить Богу и мамонии одновременно. Они кончат, как отец Фёдор, да, при переходе через крестовый перевал отца Фёдора укусил орёл. Их и Петров, в общем, там можно во многом с ними не соглашаться, но в этом они были пророческие правы. Нельзя попу охотиться за стульями. Колбаса, в принципе, вот разведение крупного рогатого скота, я думаю, есть. Ну, колбасу-то у него и отняли, как раз. Да, то есть нет, я ищу здесь вот, да, доказательства. Но вот со стульями, со стульями, конечно... Мебели нет, да? Мебели нет. Но в любом случае... Но есть строительство зданий. Да, они более чем, так сказать, символическая охота за сокровищами. Если церковь начинает охотиться за сокровищами, то тут ничего не поделаешь. В конце безумие и позор. Я очень надеюсь, что это удел очень немногих. Я, кстати говоря, спросил однажды одного очень талантливого, не буду его называть, одного очень талантливого известного богослова. Как он относится к тому, что церковь зарабатывает? Он с тоской ответил. А кадилом-то много ли намашешь? Вот этот ответ для меня до сих пор действительно очень такой... Ну, ничего не поделаешь, значит, приходится признать, что либо церковь впадёт в этот грех. На самом деле, там в этой публикации была сумма вот просто пожертвований ежегодных. Я тебе должен сказать, что там шестизначная сумма в долларах. Ну, шестизначная, да. Так что можно намахать тоже. Намахать, да, намахать, разумеется, можно, это никто не сомневается. Но, в принципе, конечно, уж так откровенно придавать свой статус служам ОМОН, это, мне кажется, не простить. Всё, побежали, а то мы вывалились из этой десятки. Вывалились, хорошо. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. Главное сегодня. В Москве проходит митинг в поддержку арестованных после беспорядков 6 мая на Болотной площади. Суд отказался вернуть Ксении Собчак изъятые при обыске деньги. На патриарха Кирилла в Киеве напала полуобнажённая активистка движения Фемен. 19.12. Чуть-чуть мы опаздываем. Московская полиция подала в суд на ЧОП «Понтан», который принадлежит семье депутата Геннадия Гудкова. Дата рассмотрения административного дела за нарушение условий лицензии пока что не назначена, но поводом для иска послужил тот факт, что «Понтан» не уведомил полицию о снятии своего объекта с охраны. Столичные власти согласовали митинг в поддержку малого бизнеса. Он пройдёт 31 июля в половине 10 утра у станции метро улицы 905 года. Разрешённое количество участников 300 человек. Предприниматели и операторы рынка наружной рекламы выступают против самоуправства столичных чиновников. Бадминтон вышел из моды. Минобороны потратит 44 миллиона рублей на горные лыжи. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Всего оборонное ведомство планирует закупить 950 комплектов. Получается, за полтора миллиона долларов. Набор включает в себя, собственно, лыжи с креплениями, палки, ботинки, специальные подкладки на скользящую поверхность. Так, сейчас у нас бегущая строка будет. А пока переходим к московскому трафику. О, медицинский центр «Агамии», клиника «Агамии», стоматология по мировым стандартам. И Никита Нелюбин в студии. На третьем кольце пробка с внутренней стороны от Бережковской набережной до Савёловской эстакады, а по внешней от проспекта Мира до Шереметьевской. Ну и быстро пробежимся по Садовому. Внутри пробка от Воронцова поля до Серпуховской площади, от Кудринской площади до Цветного бульвара. И по внешней стороне стоит Садовое кольцо от Курского вокзала до Проспекта Мира. Хорошая новость для тех, кто боится лечить зубы. Клиника «Агами» предлагает программу «Антистресс в стоматологии». Клиника «Агами» 775-4565. О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. 19.14. Мы продолжаем. Так вы видели, да, что у нас сейчас олимпийские скандалы. Мы, кстати, еще что-нибудь будем тут придумывать. Сделаем тут такое большое информационное табло. Кто спрашивает, будем ли выкладывать видео уже потом, нарезанное, да, непрямое, тоже сделаем. Сейчас решим, как это все лучше. То есть программа будет видоизменяться в прямом эфире. Так, олимпийские скандалы. Ну, во-первых, началось все с того, что перепутали опять флаги корейцев северных и южных. Я не знаю, совсем не знаю географии. Я думаю, что это такая, нет, разумеется, это не незнание географии, а сознательное подталкивание к неизбежному. Ну, уже товарищ Кимчанин женился, уже что-то человеческое появилось. Я думаю, 2-3 года и цитадель за три щит пошло. Ну, бог с ними, с кореями. Основные скандалы на Олимпиаде на почве политкорректности. Вот эту вот замечательную девушку, вот видишь? Вижу, славно. Как тебе, девушка? Кто она? Это девушка, она в составе национальной сборной Греции по легкой атлетии. Зовут ее практически Парасковья. Параскеви Папахристу. Вот у нее написано, что она Папахристу, а мне, поверьте, что она Парасковья. В общем, она в Твиттере у себя написала, что очень много стало иммигрантов из Африки в Греции. Ее выгнали из команды. Ну, вот наши эксперты, Валентин Балахничев, президент Всероссийской Федерации легкой атлетики, считают, что это правильно. Абсолютно. Под сменки не стоило делать. По многим причинам у нее может быть своя точка зрения, однако есть всеобщие нормы этики, которые необходимо выполнять. Ее высказывание в Твиттере было, по меньшей мере, мерзко. Стоило это делать Олимпийскому комитету Греции. Были совершенно верны в этой ситуации. Вот скажи мне, пожалуйста, при чем здесь ее высказывание в Твиттере и выступление на Олимпийских играх? Вот эта вот политкорректность, которая везде, это зачем это? К сожалению, значит, Эдуард Лимонов в замечательной книге из «Дисциплинарной санатории» абсолютно точно предсказал, это у него была еще, кстати говоря, тогда же вышедшая, сейчас не вспомню название, антиутопия Европе, но он совершенно точно сказал, профессиональные качества в Европе отступили на второй план. Людей судят по тому, насколько они способны повторять навязанное мнение. Все, что для всего остального, для личных мнений, для сколько-нибудь выдающегося таланта, для каких-то личностных особенностей, существует теперь в Европе такой термин «аррогантный», то есть неприятный, шокирующий. Да, мы его знаем со слов министра Лаврова. Да, совершенно верно, «аррогант». Да, вот это все для того, для всего, что не вписывается в Лимонов, он совершенно точно предсказал, что начнется фильтр, когда всех талантливых профессионалов с нестандартными точками зрения будут оттеснять от работы. Это торжество серости. И неважно, под предлогом какой идеологии, это торжество осуществляется. Под предлогом, скажем, идеологии коммунистической или идеологии политкорректности. У меня есть, кстати, сильное подозрение, что, чтобы она там не писала в Твиттере, но прыгает она хорошо. И, кстати говоря, мы ровно ту же историю увидели с Ларсом фон Триером, который представил лучший фильм в Каннской программе, и ничего такого ужасного... Подуразский пошутил. Но он ничего такого ужасного искал, если вы хотите называть меня фашистом. Слушай, бог с ним, с фон Триером. Давай мы от Олимпиады дальше... Давай к Олимпиаде, конечно. Вижу попу, да. Нравится? Это пляжный волейбол. Ну, я небольшой любитель поп, но, в принципе, ну, что такое. Вообще, девушка, вот в спортивной форме была такая. А, так ничего, так ничего. Раньше в пляжный волейбол играли вот в таком виде. Потому что на пляже. Да, а теперь что? Значит, теперь запрещено, потому что вот это, вот эти попы, которые ты не любишь, они оскорбляют зрителей, которые, ну, предпочитают вот в таком виде заниматься спортом. То есть, что в длинных штанах будет пляжный волейбол? Нет, они будут в шортиках и в маечках, в топиках. То есть, вот это тоже, вот, вели, зачем здесь это все такое. Ну, как тебе сказать? У меня нет, честно говоря, такого конкретного мнения на этот счет, но, видимо, вид хорошо сложенных женщин оскорбляет плохо сложенных, по всей вероятности. Как интересно. Именно поэтому их обязали надеть штаны. Я вообще тоже не очень люблю смотреть на спортсменов, мне завидно. Я даже подумываю... А ты вообще не любишь смотреть на спортсменов? Ну, завидно, конечно, я даже подумываю об организации группы Tommy Riot, да, восстание пустцов, да, потому что мы как бы восстание брюшек, да, мы, ну, мы не хотим, да, брюшат. Мы не хотим на это смотреть, да, нам хочется, чтобы все были как мы, но ничего не поделаешь, есть еще у нас все эти хорошо выглядящие люди, и поэтому вовсе не продумываю. Ты уже продумал униформу этих... Tommy Riot? Ты какая нам униформа? У нас есть, у нас есть главная примета. У них есть пусси. Нет, 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 зачем же нам маски не нужны? Пусси они не демонстрируют, мы с тобой это обсудили. Не демонстрируют. Пусси это на Украине. А тамми, мы готовы продемонстрировать тамми, потому что в нем, по-моему, нет ничего последнего. Слушай, тогда ты можешь это... Тебе надо сходить на несколько занятий под танцем в животах. И на подтанцовках. Несколько движений. И потом, собственно, ты можешь это продемонстрировать. Почему? Ну, это может быть маска, надетая на пузо, ради бога, пожалуйста, с такими же прорием, с глазами. Но то, что Tommy Riot, это действительно назрело, потому что, понимаете, нас-то, как бы сказать, фигело уже эта пропаганда здорового образа жизни, худобы, диет, худых людей, которые вечно ходят, значит, оскорбляя наши чувства. Мне кажется, что в интересах политкорректности нужно защитить права толстых просто. А, кстати говоря, ведь в толстом и тонком, ведь тонкий он такой мерзкий. То, оверзительный, да, толстый, приятный, конечно, да, потому что вспомним, как жестоко непримириваются. Булиншпигель, если уж говорить о классике, и как добрый, прекрасен Ламмин. Вообще-то толстый человек вообще в мировой литературе, там, Диккенсовские герои, там, Пиквик, Грюджиус и прочие. Все приятные люди, они всегда были полноваты. Тартарен. Безусловно, мне кажется, что вообще культ худобы пора свести на нет, потому что нас уже больше, безусловно. И я бы обязал вообще спортсменов скрывать свое телесное совершенство, чтобы не нанесить нам ран. Ведь мы же не говорим, допустим, о каких-то своих претензиях, чтобы не оскорблять чувства верующих. А чувства толстых, они, по-моему, еще более тонки. Ох ты, смотри, как завернулся. Завернулся. Ну, молодец, это надо мне сейчас... Запомнить. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. Так, маленький перерывчик. Есть ли реальные примеры успешных инноваций в России? Инновации внутри больших компаний и маленькие венчуры. В чем разница? И почему в бизнес-школе Сколково фактически единственный преподаватель из России? Юрий Митин, Михаил Хомич и председатель совета директоров компании «Объединенные машиностроительные заводы» Вадим Махов. Большой разговор в рамках проекта «Коммерсант в Сколково». В это воскресенье, в 2 часа дня, без цензуры, на Радио Новостей. Сколково. Телефон рекламной службы 627 10 27. Коммерсант ФМ 93,6 Радио Новостей Навальный разоблачил Бастрыкина как иностранного агента. Оппозиционер утверждает, что у главы Следственного комитета подозрительные интересы за границей. Не видать Собчак ее полутора миллиона. Миллиона в следствии не вернет телеведущей ее деньги пока. А вдруг она потратит их на финансирование позиций. Следующие наши темы. Напомним вам их, опять же, с бегущей строкой нашей. Ну а все это после актуального трафика и погоды. Сейчас слово Никите Нелюбину. Все внимание на выезды из Москвы в область. При движении из центра в сторону Московской кольцевой. Самые крупные пробки наблюдаются на Щелковском шоссе от 3 парковой улицы до МКАД. Шоссе энтузиастов стоит от Терлецкого проезда также до Московской кольцевой автодороги. И на Каширке пробка от Варшавского шоссе тянется до Пролетарского проспекта. При движении от МКАД в сторону области пробки на Ленинградке от Шереметьевского шоссе до Панфиловского проспекта. На Дмитровке пробка тянется от 9-й северной линии до надземного пешеходного перехода. И на Савихинское стоит очень плотно от МКАД до шоссе Ильича. Через 10 минут от трафики на Московской кольцевой. Прогноз погоды представляет ООО Тегала Руфинг Сейлс. Кровельные системы. В Москве сейчас жарко, душно, 28. Завтра тоже жарко, 27. Может быть не так душно будет, потому что все-таки обещают дождик небольшой. Под крышей Тегала уютно и комфортно в любую погоду. Тегала. Воплощение надежности и безупречного стиля. Коммерсант ФМ. 93,6. Радио новостей. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. 19.22 в Москве. Вы смотрите и слушаете новости в классике. В эфире Коммерсант ФМ. Наш твиттер. Хэштег новости в классике. Наш фейсбук. Радио Коммерсант ФМ 936. Там можно смотреть, так же как и на канале радио новостей в Ютьюбе. То, о чем мы с Димой разговариваем. Алексей Навальный обвинил Александра Бастрыкина. Практически вот так вот взял. Смотри. Вот так вот взял. И обвинил его. И вот так вот обвинил. Говорит, у Бастрыкина за границей есть бизнес. И вообще он на иностранного агента очень сильно похож. Бастрыкин говорит, минуточку. Говорит, вот так вот. Нет, говорит, минуточку. Ну, это понятно, собственно, что еще господин Бастрыкин мог сказать. Мы нашли еще одно интересное мнение доктора политических наук, глава Московской коллегии адвокатов Алексей Бенецкий. Он говорит так, что вот этот вот наезд Навального, навал его такой, да, он на самом деле объясняется личными причинами. То есть я такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу. Я не знаю закона, прямо запрещающего государственным мужам быть над своей должностью и вместе с тем иметь вид на жительство или гражданство другого государства. Но по логике любого нормального демократического государства, естественно, люди, которые осуществляют государственные функции, особенно в таких областях, как безопасность, борьба с преступностью, должно было быть отрегулировано. Любое подобное обвинение должно быть расследовано независимой комиссией, которая должна состоять из профессионалов. Всем сведениям должна быть придана юридическая форма и юридическая оценка. На самом деле, к сожалению, здесь напрашивается аналогия совершенно прямая, как минимум с двумя текстами. Первый, и оба они о предреволюционной ситуации. Первый, это роман «Пикули нечистые силы» или «У последней черты», где многие оппозиционеры, и Пуришкевич, в том числе, который был в оппозиции справа, и, естественно, революционеры, находившиеся в оппозиции слева, доказывали, что в руководство России внедрены иностранные агенты. Все были абсолютно убеждены, что императрица немка осуществляет какую-то тайную немецкую программу, и со своей стороны многие полагали, что и в царе не более четверти русской крови. И уж точно все были убеждены, что шпионы при дворце так и кишат, не говоря уже о том, что и сам Распутин выполнял так или иначе заказы, абсолютно не разбирая, откуда они исходили. Но ты сейчас, мне кажется, иронизируешь. Нет, без всякой иронии. Поиск иностранных агентов – это такая нормальная мания этим обвинениям. Просто вот в Фейсбуке нам пишут, что, в общем, как бы, ну, действительно, вот Полина Логинова, например, считает, что Навальный мстит за свои какие-то дела. Навальный ни за что не мстит, потому что как раз Следственный комитет по отношению к Навальному ведет себя даже с изумительной лояльностью. Хотя его регулярно арестовывают, но они боятся его взять. Сегодня вот точно то же самое, говорят, что пора Бастрыкина поставить на место. И опять, значит, я еще четыре года назад говорил там о том, что у него в Чехии свой. Я не очень понимаю, строго говоря, чьи интенции, чьи заказы, может быть, и собственные, в конце концов, осуществляет Александр Хинштейн. Для меня эта фигура абсолютно темна и спонтанна. Я никогда не знаю, что он сделает в следующий момент. Хинштейн тоже очень похож на Моносевича Мануйлова, такого известного журналиста-провокатора, персонажа той же самой последней черты, Пикулевской. Я тебе, кстати, не дал договорить по второй тексту, не забудьте. А вот второй, да, разумеется. А вот второй-то текст, это как раз «Красное колесо», в котором недоусмысленно доказывается, что Ленин был немецким агентом. Ну, это все знают уже. Ленин в Цюрихе. Не все знают. Я, например, вообще не разделяю эту позицию. Это другое дело. Мы уже с тобой это обсуждали. Обсуждали. Но все абсолютно убеждены. И, так сказать, действительно, Александр Исаевич доказывает, как дважды два, что Владимир Ильич был немецким агентом, и именно поэтому и был сюда заслан. Он поиск агента у врага, поиск агента в оппозиции или во власти – это любимое русское национальное развлечение. Мне кажется, что Навальный действует в тренде. Он абсолютно прав. Потому что если нас все время, оппозиционеров, упрекают, что мы существуем на деньги ГАЗДЭПа, знать бы еще, где эти деньги. Соответственно, ну, видимо, я, так сказать, они такие невидимые, да, они как бы распылены вокруг меня. Видимо, и Навальный поступил в этом же дискурсе и ответил им их же полезно. То есть, а следственный комитет финансируется чешскими какими-то структурами. Чешскими, а чеки член НАТО, на что, кстати говоря, Навальный указывает совершенно справедливый. Я же говорил уже тогда, вот это они, кстати, поняли и очень быстро на это отреагировали, да, эта заметка была довольно известна, о том, что закон о клевете – палка, конечно, но как всякая палка, он на двух концах. В конце концов, чуть-чуть, они что-нибудь про нас скажут, мы можем завалить их исками, да. Пойди, докажи, что я живу на деньги ГАЗДЭПа, я их не вижу в глаза. Я тебе опять сейчас почитаю в Фейсбук. Почитаю, я это люблю. Ну, пишут, что недолго осталось Вастрыкину на посту, одна точка зрения, да, а другая точка зрения, что, в общем, пора Навальному, опять же, валить, да, извините, потому что, значит, ну вот он переходит все допустимые пределы своей активности. Почему? Эти пределы кто установил? Чужая трусость, но Навальный – храбрый, веселый человек, я это приветствую. А что касается валить, позвольте, значит, мне себя процитировать, да, объясни, почему не валить. У меня было такое как раз стихотворение с этим референдумом, да, что вот все кричат, что надо валить, да, только я продолжаю шалить, не страшась белоглазового взгляда, потому что не надо валить, потому что скажу вам, не надо. Почему в конце там это объясняется? Потому что повалятся сами. Вот это такое мое оптимистическое, валить не надо никому и никого. А Навальный все делает правильно, Леш, если ты нас сейчас слышишь, а ты, наверное, нас сейчас слышишь там на митинге, да, я передаю тебе... Нас транслируют на митинге? Ну, не исключено, что все там ходят с маленькими этими приемочками, да, с товарищами, да. Но где бы он ни был, да, Леш, да, Леш, передаю тебе горячий привет, и я думаю, что чем больше зарубежной недвижимости ты у них обнаружишь, тем больше иностранных агентов мы разоблачим во власть. Мы, кстати, еще сегодня будем говорить о различных агентах, более того, даже о шпионах будем говорить. Вот, но сейчас опять прервемся. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. Коммерсант ФМ. Время и место. С 26 по 29 июля. Московская область. Чемпионат России в крейсерских яхтах «Картер-30». Участники чемпионата получат уникальную возможность почувствовать незабываемый накал борьбы и участвовать в потрясающем зрелище командных гонок. Чемпионат 2012 года впишет новую яркую страницу в историю российского яхтинга. Организаторы – ассоциация «Картер-30» и яхт-клуб «Спартак». Место проведения – акватория Пестовского водохранилища. Главное сегодня. В Москве проходит митинг в поддержку арестованных. После беспорядков 6 мая на Болотной площади суд отказался вернуть Ксении Собчак изъятые при обыске деньги. На патриарха Кирилла в Киеве напала полуобнаженная активистка ФМН. 19.30 новости коротко. В Пекине число погибших в результате сильнейшего за 50 лет ливня увеличилось до 77 человек, сообщает Asshaded Press. Сильный дождь начался утром в субботу, закончился только через сутки. До сих пор закрыт аэропорт Шоу-Ду. Городские дороги непригодны для легковых автомобилей. Спасатели продолжают разбор завалов, находят новые тела. Одно из старейших американских еженедельных изданий Newsweek прекращает выпуск печатной версии полностью, переходит на электронный формат, сообщает Bloomberg. Когда именно это произойдет, пока неизвестно. Но издание начнет заниматься этим вопросом ближайшей осенью. Newsweek, напомню, выходит, вернее, теперь уже выходил с 1933 года. Ожидается, что в этом году убыток будет 22 миллиона долларов у журнала. Президент Путин потребовал навести порядок в закупках игроков футбольными и хоккейными клубами России. С ума сходят там с этими оплатами, заявил Путин на встрече с жителями и главой Северной Осетии. Я в Роснефти поручил взяться за ЦСКА, за хоккейную сборную. Весь хоккейный мир застанал. Они так рьяно взялись восстанавливать ЦСКА. Платят игрокам столько, сколько в НХЛ в Канаде не платят. Обрушили весь рынок. Ко мне уже все пришли. Вы можете их угомонить или нет? С ума сошли с этим ЦСКА. Это неправильно. Должны быть какие-то общие правила. Вот так вот эмоционально отреагировал российский президент на всю эту историю. Так, дальше у нас текущая ситуация на рынках. Слово Константину Максимову. Да. Что-то я как-то впечатлил с этими эмоциональными словами. Нет, я подумал, насколько эмоционален был Марио Драги, когда говорил, что мы сделаем все мыслимое и немыслимое для поддержания евровалюты. Не надо сомневаться. Ну да, тут, конечно, в красноречии главе Европейского Центробанка можно и отказать. Но, между тем, слова возымели свой эффект. 2,4% сегодня увеличение европейского рынка по совокупному индексу Евростокс 600. Ну и недавние аутсайдеры Милан и Мадрид прибавляют более 5%. Также было активное сокращение доходностей проблемных стран. По испанскому десятилетнему долгу мы увидели впервые, наверное, за долгое время доходности ниже 7% на закрытии. Итальянские также приблизились к 6%. Ну и, соответственно, евро подрос. 1,2330 мы сегодня видели. Сейчас 1,2295. Но буквально накануне, если вы помните, были установлены минимумы года в паре евро-доллар 1,2043. Вот такая вот волатильность, такой вес слов сейчас у регуляторов рынка. Ну, кроме того, подрастали и продолжают подрастать сырьевые площадки. Нефтьбренд выше 105 долларов за баррель, WTI 90 долларов за баррель. Американский рынок в плюсе на проценты 0,3355 пунктов. Ну и более чем 2% ростом завершилась сегодня сессия в РТС регулярная 1350 пунктов на данный момент. Рубль прибавил 0,7% 3563 к бивалютной корзине. Доллар 3230, евро 3969. И московский трафик. Никита Нелюбин, который со спецэффектами, бегущий с траконом, демонстрировался. Ну, теперь выступая в более привычном амплуа. По внутренней стороне МКД довольно серьезная пробка. От Носовихинского шоссе тянется до Бесединского моста. Еще есть пробки от улицы Генерала Дорохова до Сколковского шоссе. И от Рублево-Успенского шоссе до Новой Риги. По внешней стороне пробка тянется от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе. И довольно серьезное затруднение между Боровским шоссе и Ясенево. Информационный канал Яндекс.Пробки через 10 минут о трафике на третьем и Садовом. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. Новости в классике. Хэштег новости в классике Твиттер. Страничка радиокоммерсантов М936 это Фейсбук. Там же онлайн-трансляция и канал радионовостей в Ютьюбе. Все это работает. И не могу не похвастаться, потому что праздник жизни продолжается. Мне Дмитрий Львович на день рождения, мой вчерашний. Вот, видите. Подарил свою новую книжечку. Нарил книжечку, да. Спасибо большое. Очень приятно. Тебе спасибо. Провели скромную рекламу. Я не буду читать, что ты мне написал. Я написал, что через год ягодка опять. Вот засранец какой. Действительно, 44 года, что уж серьезно. Это он на правах старших. Да ты, оказывается, моложе меня. Да, у нас 4 месяца разница. Ну, не 4, там 5. Это потому, что я седой, а ты кучерявый. А я толстый. А я толстый. Так, ладно. Значит, следующая наша тема, которая была обозначена названием «Где деньги, Ксюш?». Знаешь, что это такое? Знаю, это деньги Ксении Собчак. Это, да, брат Елдын. Полтора миллиона евро. Может и больше. Я не знаю. Мы не считали, но картинка очень впечатляющая. Да, действительно, сегодня Ксения Собчак не пошла. Кстати говоря, в суд она вот так вот общалась по телефону со своим адвокатом Генри Резником и говорил ему «Генри Маркевич, вы там, значит, ну, я так, домыслив». Деньги-то возьмите. Да, а деньги ей не отдали. И объяснили так, что, а вдруг она действительно начнет финансировать или не начнет, а уже это делает. Начнет ими финансировать оппозицию. Конечно, вот она может там вот так вот там возражать или вот ходить с Ильей Яшиным, там, прячась за темными очками. Ну, в общем, пока ей деньги не отдали. Политолог Дмитрий Травин видит в этом некий смысл, очень серьезный. То, что Ксении Собчак сейчас мало не покажется, в этом я уверен. Явно за нее как следует взялись. Причем взялись с той стороны, которая для нее очень дорога. Как ты думаешь, действительно взялись за Ксению Анатольевну? Нет, 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 нет. Я абсолютно убежден, что на этом все закончится. Потому что, во-первых, Ксения Собчак научится... На этом на чем? На изъятие денег. Я думаю, что Ксения Собчак, во-первых, научится хранить деньги в сберегательных кассах или в более надежных местах. Во-вторых, я надеюсь, что эти деньги не последние. Хочется мне в это верить. Нет, она сказала, что последние, и она впервые в жизни вынуждена брать в долг. Нет, ну, насколько я знаю, все-таки у нее, помимо шоу-бизнеса, в котором ее позиции довольно сильно, к сожалению, сейчас трещат, у нее все федеральные каналы отказались от ее программ. Все абсолютно, да. Но это очень, кстати, показательный наезд и замечательное свидетельство без стыдства, потому что люди даже не особенно задумываются о том, как это выглядит со стороны. Такая наглая месть, такое рабское такое послушание, трусость чудочная. Но зато мне кажется, что ведь наш народ, он всегда демонстрирует удивительную совершенно склонность. Как только человек из властного клана оказывается в опале, он немедленно становится всенародно любимым. И по примеру это закон. Пожалуйста, вот сколько угодно. Курбский, который остался в народной памяти, хоть не как сподвижник Грозного. Чебурашка начал издалека. Да, начал издалека. Не как сподвижник Грозного, а как враг его. Кстати говоря, а невероятной была поддержка Владимира Гусинского в 2000 году и канала НТВ, хотя канал этот все ненавидели за поддержку Ельцина в 96-м. Все мы помним эту историю, когда олигархат отстоял президента, все кричали позор-позор, а в 2000-м миллионные митинги по всей стране. Да ладно миллионные, никаких миллионов. Ну ты мне рассказываешь это. Ну ты же помнишь, да? Нет, ну всенародной поддержки не было. Была. И на всех людей с канала НТВ только что не молились. Я помню, как это выглядит. Это довольно распространяюще. И наконец, давайте вспомним, какую нечеловеческую всенародную поддержку, мы исторические аналогии такие ищем, получил Борис Николаевич Ельцин, низвергнутый этой властью. Ну это правда, да. Ведь он был свой. Он еще там поработал, он падал с моста в реку. Ну это, господи помнил. Он же был... Он был там на колесо самолет. Тоже не доказанная история, что он в общем такого сделал. Ну так эти истории, они же вот и работали. Они как раз доказали. Вот Борис Николаевич ведь ничего, в отличие от Собчак даже, он ничего особенного-то и не сказал на Октябрьском плену в 87-м году. Он сказал, что перестройка заболтана, что есть привилегии. Он очень скромно выступил. И более того, он покаялся, когда с ним стали разговаривать. Но уже не остановить было прогресс. Уже Ельцин был всенародный герой. Извергнутый из верховных вот этих кланов человек, от которого свои открестились, он немедленно становится народом важным. Я абсолютно уверен, что Ксений Собчак компенсирует все эти отраты. Что касается денег, изъятых как вещественные доказательства, но это очень старая история. Там достаточно вспомнить массу эпизодов, когда деньги действительно изымались. Не только деньги. Зеленый фургон. Зеленый фургон. Я как раз и говорил, что когда... Сало там у него было. Так, они изымались, деньги изымались. И как вещественные доказательства, и как произведение искусства, потому что деньги тоже можно так рассматривать в конце концов. Но под массой предлогов можно изъять деньги, помимо их чисто платежные функции. И да, достаточно вспомнить там, как в кейсе Адмираля Тюльпанов, любимые мои, повести Сергеенко, да, деньги изымаются просто как ценный груз, потому что, да, хотя истинная цена не важна, важно, что весят много. Но я просто хочу сказать Ксении, если она нас тоже сейчас вдруг слышит на митинге, что Ксения... Странные способы коммуникации. Да, я уверен, что Ксения, не переживайте, народ вам эти деньги компенсирует. Найдите Навального и не переживайте с ним вместе. Да, совершенно верно. И без этих домов два, и без этих ваших корпоративов вы проживете. Россия не даст вам пропасть, как Ельцину она не дала в свое время. Хорошо. Давайте. Еще же Ходорковский на самом деле сюда, наверное. Ходорковский, безусловно, должен тебе сказать, что когда я приезжал в Читу, он воспринимался в Чите как народный герой во многих отношениях, потому что... Хотел спрашивать, а что он сделал для Читинцев? Сделал Читу местом паломничества иностранной прессы. И под это дело город хорошо приукрасили. Уже хотя бы это, да, разумеется? Ну, в общем-то, действительно, я мог бы об этом сам догадаться. Да ладно тебе. Чего там есть? Вечерняя шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. Сейчас немножко подзаработаем. Читайте в новом номере «Коммерсант Уикенд». Совершенно бессмысленное сооружение. В Эрмитаже проходит выставка архитектора Сантьяго Калатравы. Григорий Ревзин отправился в Валенсию, чтобы осмотреть в натуре главный экспонат выставки «Город науки и искусства». От чистой красоты. В прокат выходит фильм «Джан и Моу. Цветы войны». Двойное дно Парижа. Анна Толстова о выставке «Бросая» в Мультимедиа-арт-музее. В пятницу с газетой «Коммерсант» и на сайте коммерсант.ру. Просто дом. Просто панорамные окна. Просто вид на МИД. Просто самый центр Москвы. Просто очень дорого. Клубный дом «Смоленский делюкс». Просто на Первом Смоленском. Just Deluxe. Просто Deluxe. Донстрой. 925-4747. Телефон рекламной службы. 627-10-27. «Коммерсант-ФМ». 93,6. Радио новостей. Дети шпионов. Не киношные, а в самом делешные. Российские дети российских шпионов в Америке. Дон Фабио сборной России по футболу официально получила нового главного тренера. Фабио Капелла. Ну что же, это следующие темы нашей программы. Все подробности после актуального трафика и погоды. Никит, трафик давай. А, да-да-да, я загляделся, что будет происходить дальше. Дальше будет бегущая строка. Замечательно. Ну, да, о дорогах Москвы, о кольцевых магистралях столицы, по внутренней стороне Третьего кольца, пробки от Ленинградского проспекта до Проспекта Мира и от Комсомольского проспекта до Звенигородского шоссе. Небольшие пробки с внешней стороны Третьего транспортного кольца от Шереметьевской улицы до Савеловской эстакады и далее до Новой Башиловки. На Садовом кольце пробка внутри от Высокояловского моста до Новокузнецкой улицы, от Зубовской площади до Каретного ряда. По внешнему направлению небольшие пробки между Зубовской площадью и станцией метропарк Культуры и в интервале от Первого Коптельского переулка до Проспекта Мира. Через 10 минут о выездах из Москвы в область. Но погоде совсем коротко. В Москве сегодня 28, завтра обещают 26-27 и кратковременные осадки. Коммерсант ФМ 93,6 Радио новостей Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина Новости в классике Так, 19 часов 42 минуты в Москве, вы слушаете новости в классике. Уолл-стрит-джорнал сообщил о том, что оказывается вот сеть, разоблаченная сеть российских шпионов в Америке два года назад это было, помнишь, да? Было дело. Да, они на самом деле нанимали собственных детей в качестве агентов. То есть это были вот настоящие дети шпионов. Вот помните, были дети шпионы? Да, конечно. Это вот они еще были маленькие, потом они вот подросли, это уже из второй серии. Вот. Ну, я не знаю, честно говоря, как к этому относиться. Самым главным шпионом, тоже не могу ее не показать, была, как известно... Анна Чапман. Анна Чапман, да, вот она тут. А где она сейчас? Как-то совершенно исчезла. Ну, по-моему, у нее эта программа продолжается еще, да? Я не знаю, по-моему. По-моему, нет. У меня было ощущение, что... Потом она в банке в каком-то там... Ну, банк это работа, требующая тишины. Тут действительно очень-то не блеснешь на фотосессии, да? Вот. И еще что-то такое. Исчезла как-то, да. Да? Ну, не знаю. Вот. Света из Иванова вытеснила ее, мне кажется. Подожди. Света из Иванова только в начале своего творческого пути. Да. Давай все-таки про детей шпионов. Я хочу сейчас маленький кусочек из фильма. Мне кажется, вот он к этой истории очень подходит. Дети шпионы. Ну, давайте шпионы. С высоты ваших огромных знаний. Назовите четыре из пяти физиологических индикаций, что человек лжет. Они не готовы. Нет одного важного элемента. Какого же? Мозгов. Это из первой серии. Совершенно справедливо. Это серьезно, как ты думаешь? Серьезно или нет? Я знаю, что Александр Любимов часто рассказывал о том, что его отец-разведчик Михаил Любимов знаменитый. Использовал его иногда для мелких передач. Ему мальчишку это очень... Типа пиво купить? Нет, куда-то поехать, что-то передать. Ребенка никто не заподозрит. Его это очень возбуждало. Ему это нравилось. А он знал, что он на задании? Знал, да. Это азартная такая прекрасная игра. Он об этом рассказывал в нескольких интервью. В Лондоне. В Лондоне. В Лондоне в нескольких интервью он об этом рассказывал. И мне кажется, что он полностью себе это представлял. И, кстати, Михаил Любимов, как замечательный писатель, прежде всего, он очень хорошо понимает, что это хорошая такая инициация. Что это здорово, во всяком случае. И, кроме того, сын Джона Ля Каре, тоже неплохой писатель, рассказывал мне, что он с ранних времен не то, чтобы участвовал, не то, чтобы помогал отцу собирать информацию, встречаться с людьми, но, во всяком случае, он был в курсе этой работы, ему было жутко интересно. Эксплуатация детского труда. А я считаю, что это очень хорошо. Потому что, в конце концов, вот у меня есть сейчас такое ощущение. Мы все говорим, что у нас нет мотивации. Единственные мотивированные люди... Ну, люди не знают, зачем они работают. А, вообще у людей нет. Единственные мотивированные люди – это подростки. И я бы вообще подросткам очень многое доверял. А в чем их мотивация? Тщеславие, любопытство, первый опыт, жажда всего... Я абсолютно уверен, что если бы шпионаж был поручен подросткам, то мы бы знали больше и лучше. И давайте вспомним, что самая надежная агентура Шерлока Холмса – это лондонские мальчишки в возрасте до 12 лет, которые еще, помните, сэр, одну сигару на всех. Да, а Холмс говорил, курить вредно. Курить вредно. Видите, какой я худой. Видите, какой я, да, абсолютно верно. Да, но просто я хочу напомнить, что дети шпионов – это более серьезный резерв, чем шпионы. Я просто по своим детям очень хорошо знаю, что вот то, что мне уже... Шпионят за тобой? Нет, ну то, что они шпионят за мной, это совершенно очевидно. Но вот когда там мой, например, организует среди своих сверстников какую-то банду, снимающую кино во дворе, там выстраивает с ними мизансцены. Какие-то что-то с взрывами, со стрельбой там они устраивают, снимают все это с разных точек. То им это интереснее, я вижу, там больше азарта, чем на обычной киноплощадке, где, как ты знаешь, главная проблема – заставить всех вовремя работать. Ну это да, они еще и маленькие, они этого не понимают. Разумеется, и по дочке я, например, вот ей сейчас, правда, уже 22 года, только что исполнилось, но я помню ее совсем дитем, когда ей было дико интересно участвовать во всяких волонтерских и благотворительных мероприятиях. Но это интересно, да, ее жена в этом увлекалась? У моих младших сейчас соревнования, поскольку они по очереди летают к дедушке на море, да, в Израиле. Значит, сначала один полетел, потом второй. Летят без сопровождения, ну, в смысле, в сопровождении авиакомпании. Вот, и у них, значит, спор, кто сможет у стюардессы взять номер телефона. Больше? А, телефон. Понимаешь? Да. Сколько же лет детям, простите, пожалуйста? 10,8. Так зачем же номер телефона? Так зачем? Ну, они же мужчины, они же уже… А, в этом, в этом. Понимаешь, у них идет… Они в соревновании, идет… Изумительно. Ну, да, во всяком случае, нам уже с тобой, я думаю, было бы не так интересно брать номер телефона. Нет, это абсолютно. А потому что, а потом, что с ним делать? Это не важно, он его потеряет. Ну, вот, в принципе, например, да, младший заручился полной поддержкой всего русскоязычного стафа аэропорта Бен-Гурион. Они сказали, там, дорогой друг приезжай. А у Среднего, у него, значит, козырь такой. Его во Внуково перед отправкой, пока мы ждали, тетечки, которые работали на регистрации, катали на ленте транспортерок, на которой багаж катался. Да, да, да. Народа нет, и поэтому они его… И это их безумно восхищает. Ну, еще бы, конечно. И вообще, я хочу сказать, что если бы максимум дел в нашей стране был поручен подросткам, проблемы образования, проблемы даже медицины отчасти, проблемы ухода за стариками и больными… Тимур и его команда? Тимур и его команда, да, совершенно верно. И я не исключаю, что Тимур мог бы быть идеальным шпионом, потому что подросток, он еще не понимает. А у них очень много же было там вот этих шпионских каких… Очень много шпионов, они в Заквакином смотрели, они докладывали, конечно, связь, система связи, беревки, кисклянки, шпионаж, девочка Женя, все это, конечно. И я, более того, я абсолютно убежден, что, вот грех, конечно, сказать, меня сейчас упрекнут, наверное… Да, я первый. Да, в педофилии. Но я абсолютно убежден, что самая сильная любовь – это любовь подростковая. Не зря же, так сказать, у Гумберта появился этот импринтинг именно потому, что он в свою анаболу влюбился в 13 лет. И навсегда запал на это. Я никогда не испытывал такой силы страсти, как в 13, 14, 15 лет, когда мне, прямо скажем, еще не удавалось ее реализовать. Все началось там уже с 16. А до того, вот самое сильное такое, самое неутолимое желание девушек своих тогдашних, я, грех сказать, помню лучше, чем последующих. Поэтому да здравствуют дети шпионов, да здравствуют дети в правительстве. И даже я абсолютно уверен, что теневое правительство, состоящее из подростков, принимало бы более здравые решения, нежели нынешние. Хочется в это верить. Это какой-то был фильм, подожди, у Алана Паркера. Да, у Алана Паркера, у Алана Паркера, у Алана Паркера, совершенно верно, где вот эти толстые приезжают мафиози. Это Джоди Фостер там играет. Мы все хотим быть в этом возрасте. И все хотим быть шпионами. А уж шпионами-то мы точно хотим быть. Нет, мы хотим быть разведчиками, потому что... Потому что шпионы-то ихние. Шпионы ихние, они плохие. А мы разведчики, совершенно справедливо. Мы хотим. Хорошо. В Москве проходит митинг в поддержку арестованных после беспорядков 6 мая на Болотной площади. Суд отказался вернуть Ксении Собчак изъятые при обыске деньги. На патриарха Кирилла в Киеве напала полуобнаженная активистка движения Фемен. И новости коротко. Депутат Александр Хинштейн предложил направить в Конституционный суд запрос о лишении Александра Бастрыкина особого правового статуса, благодаря которому глава Следственного комитета относится к разряду неприкасаемых. Депутат отметил, что именно этот статус и не позволил Генпрокуратуре начать проверку в отношении господина Бастрыкина, когда Хинштейн еще в 2008 году рассказал о наличии последнего бизнеса в Чехии. Ну, напомню, вот это мы уже сегодня обсуждали в связи с заявлениями Навального. Боевики из рабочей партии Курдистана захватили пять провинций на северо-востоке Сирии, изгнав оттуда правительственные войска. Как предполагают западные СМИ, теперь боевики, видимо, попытаются овладеть крупнейшим сирийским городским центром с курдским населением. Это Камышли. До сих пор курдское население, кстати, старалось держаться в стороне от восстания. Сборная России по плаванию заблудилась по дороге в Лондон. Главный тренер Олимпийской команды Андрей Воронцов в интервью советскому спорту обвинил в этом казусе водителя автобуса. До окружной ехали хорошо, затем попали в пробку, а в Лондоне водитель и вовсе заблудился. В итоге нам потребовалось четыре с половиной часа, чтобы добраться до Олимпийской деревни. Ближе к вечеру получили остаток багажа, активировали аккредитацию, расселились по номерам. На церемонию поднятия флага из-за всей этой истории, естественно, не попали. Ну что же, далее в нашей программе. Сейчас мы узнаем, и Никита Нелюбин сейчас с московским трафиком. Все внимание сейчас на выезды из Москвы в область при движении из центра в сторону Московской кольцевой автодороги. Пробки на проспекте Мира от Маломосковской до улицы до Кукина. На Щелковском шоссе от Третьей парковой улицы до МКАД. И на шоссе энтузиастов от Перлецкого проезда также до Московской кольцевой автодороги. При движении от МКАД в сторону области пробки на Ленинградке от развязки в Молжаниновке до Черной грязи. На Дмитровском шоссе пробка от 9-й северной линии до надземного пешеходного перехода. И на Носовикинском шоссе от МКАД до шоссе Ильича. Через 10 минут о движении на Московской кольцевой. Ну, это... я даже не знаю, что сказать. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. Значит, в бегущую строку ворвался Олег Филимонов. Помимо того, что анонсировал следующую тему про Фабио Капелло, он еще... Совершенно, я считаю, вот этот свой про красно-синих лозунг... Ты видел, что он написал? Что красно-синий самый сильный. Я видел, конечно. А ты что, тоже за ЦСКА болеешь, что ли? Нет. А за кого ты болеешь? Вот. За Дона Фабио. Как тебе он? Смотри, какой мужчина прекрасный. Могу, честно сказать. Вот это новый главный тренер нашей сборной. Мне он очень нравится. Он что-то приятный, малый. А почему не Газаев? А вот он похож, смотри. Ну, что-то есть такое, да. Похоже на Газаева, да? Да, ну, имя красивое в любом случае. Нет, он, как его называют, Дон Фабио. Опять же, мы к крестному отцу. Да, что-то есть, да. И вот это вот тоже чудесная, я считаю, фотография. Давайте мы послушаем о задачах Дона Фабио, а пока посмотрим на эту прекрасную иллюстрацию. Но я думаю, что это будет самая важная работа для меня. Это мое задание. Передать вот эту волю к победе нашим игрокам. Всегда бороться. В любом матче. Видишь, у него тоже задание. Скажи мне, пожалуйста, почему, вот ты сразу сказал, почему не Газаев? Почему у нас опять иностранец? Могу сказать, потому что, знаешь, тут уже сошлюсь не на классику, а на классический анекдот. Давай, это тоже классика. Тоже классика, да, когда мама, ну, назовем ее еврейкой, да уж, я думаю, ничего не политкорректного в этом нет, говорит сыну, сынок, не женись на еврейке, женись на русской. Еврейка болеть бы. Говорит, а что, русская не будет болеть? Русскую не так жалко. Мне нравится другой анекдот. В чем разница между русской и еврейской женой, знаешь? Нет. А русская жена работает и поет, а еврейская кушает и плачет. Кушает и плачет. Совершенно верно. Видимо, здесь разница в том, что русского было бы, так сказать, более жалко. Своего, да, как-то нам жалко. Мы предпочитаем транзит, вот перенос эмоций на чужого. Почему сборная проиграла? Чужой тренер, да, потому что если свой, то уже ни на кого не переведешь. А то датчанин виноват, англичанин виноват, итальянин виноват. Вот их жалко, да. Это, кстати, одна из тех причин, по которым в России на многие ключевые должности нанимали немцев. Чтобы всегда сказать, это сволочь и немцы. Это загадочная русская душа? Загадочная русская душа не хочет себя признавать ответственной. Ведь очень правильная была эта мысль Алексея Николаевича Толстого о том, что, так сказать, немцы при Петре, они играли не только роль главного помощника, они играли еще роль главного громотвода. Потому что, конечно, на немцев всегда можно свалить. И массовая народная ненависть к немцам, какой-то отток ненависти, конечно, давала самому Петру. Петр воспринимался как наш, который может дурить немчура. И поэтому здесь лучше нанять фрязина, да, итальянца, да, лучше нанять француза, лучше нанять, в крайнем случае, там, голландца. Нет, ну, с голландцами мы уже, я так понимаю, разобрались. Уже больше не будем, по всей вероятности, да. Потому что наш тренер сразу получится, что мы вот сами виноваты. А здесь недостаточно, патриот не чувствует команду, не любит нас и так далее. Не знает русского языка, твою мать. Да, не знает русского языка, совершенно правильно. Хотя нет, твою мать, наверное, он знает. Хотя интересный, конечно, опыт был бы нанять ефреев. Если бы начали выигрывать, то это победило бы антисемитизм в государственном масштабе немедленно. Едмитрий, подожди, подожди, что-то такое было же какое-то. Как так? Где? Когда у нас нанимали евреев? Нет, у нас нет. Я просто... Могу вспомнить ни одного такого. В баскетболе у нас была история. Какая? Не слежу совершенно. А я тоже не слежу, просто я однажды попал, так получилось, да, попал на баскетбол, когда Гусинский владел еще Тель-Авивским Апоэлем, и играли они в Лиге Улеп, по-моему, с московским «Динамо», который тогда тренировал именно гражданин Израиля. Что-то какая-то такая история. Может, я, конечно, что-то путаю? Изумительно. Никогда ничего подобного. Ну и ладно. В общем, история была бы хорошая. В общем, про русскую душу мы проговорили. Я предлагаю сейчас закончить на такой мимимишной истории. Мимимишной ноте, давай. Значит, завтра Владимиру Путину привезут собачку из Японии. Акита Нуи, кажется, это называется порода. Смотри, какая прелестная. Акита Нуи, очарование. Немножко раскосая такая. Ну, она же в Японии. Собака подозревака, да. Выращена в этой, нет, как сказать, выведена в этой провинции Акита. И вот завтра ее самолетиком девочка три месяца, зовут Юме. Кличку выбирал сам президент. В общем, у него увеличивается его зоопарк. Вот это вот, помните, но это самое знаменитое животное Владимира Путина. Лабрадор кони. Да, знаменитое. Вот это конь Вадик, ну, в смысле, пони. Ну, конь тоже, только маленький. Да. Вадик. А это я забыл, это вот ему болгарские, болгарское правительство подарило вот эту собаку. Вот это щенок-кобелек маленький. Но это вот одна из самых популярных фотографий, потому что я помню, что в интернете даже было голосование, кто из них больше няшка на этой фотографии. Ня-ня-няшка. Ня-ня-ня, да. Вот что вы скажете, почему Владимир Путин не любит котиков, которых любит весь интернет, а любит песиков. Во-первых, все-таки он очень обделен верностью. Чем больше я знаю людей, тем больше люблю собак. Это разным-разным людям приписывается эта замечательная Максимов, Максимов фраза. Но меня другое здесь занимает. Как так еще раз звучит название этой собаки? Сейчас я тебе точно скажу. Аку, Аку. По провинции сейчас, подожди, буквально. Да-да, всегда про. Потому что мне кажется, что это тоже очень не случайное название. То есть, порода Акито-Ину. 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 А, вот, подсказывает. Ину-это собака. То есть, это собака из провинции Акито. А то это Кино. Да, но, видимо, они пытались его задобрить каким-то образом. Потому что в ответ очень рисуется анаграмма «А так и кинул». А так и кинул вас. Потому что они, видимо, надеялись... Ты хочешь сказать, что они хотят... Они хотят остров, конечно, за эту собаку. Это совершенно очевидно. Ну, только если маленький кусочек совсем. И не зря она так мило смотрит. Да, ну, видимо, вот острова-то останутся при нас. Кинет. Нет, а вот по поводу недостатка верности, да, вот этого вот голода на верность, это очень, мне кажется, такое тонкое замечание. Оно очень трагичное такое, на самом деле. Он, безусловно, очень лишен верности. Это естественная вещь. И как бы мы ни смотрели, вот одна из очень немногих черт Владимира Владимировича Путина, который вызывает у меня глубочайшее сочувствие и симпатию, это его любовь к собакам. Может быть, потому что чувство дружбы, нежности, вот такой бесплатной абсолютно ни за что привязанности, это на его нынешней должности практично. А ты собачник тоже, да? Я страстный собачник, да. А почему ты не кошатник? Ты знаешь, вот у меня есть ощущение всегда, знаешь, есть эта гениальная фраза, я не помню, кто ее сказал, но вот с точки зрения собаки ты кормишь меня, потому что ты бог, с точки зрения кошки ты кормишь меня, потому что я бог. Мне в этом смысле близка позиция собаки. Ты не хочешь быть, да? Я не хочу, не хочу, да, мне близка позиция собаки. А почему весь интернет сошел с ума по котикам? Вот это что это такое? А дело в том, что интернет, он... Они, инфантильность какая-то проявляется в этом? Нет, нет, объясню. Понимаешь, с одной стороны они хотят гулять сами по себе, а с другой быть домашними. Это вечная черта сетевого мимимишного оппозиционера. О чем так точно написал сегодня Илья Пономарев. Хомячка, да, любящего котика. А, правильно. Все хотят гулять сами по себе, а при этом лакать молочко. Я за собак. Ну, хорошо, ладно. Так, встречаемся на следующей неделе. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике.